Ну вот в некоторых, в особо пикантных случаях, родители сами должны рассказывать своим детям подробную информацию, а вот иногда нужно обратиться к специалисту. Сегодняшко праздник сегодня, правильно? Да, сегодня день таможенника. Международный, между прочим. И по этому поводу с нами на связи очаровательный представитель этой профессии Юлия Тагильцева, главный государственный таможенный инспектор Ростовской таможни, а по совместительству доцент-кафедры ростовского филиала Российской таможенной академии Юлия, во-первых, с праздником, а во-вторых, доброе утро. Доброе утро. Юль, ну вот давайте сразу начнем с того, что вы и главный государственный таможенный инспектор, и доцент кафедры ростовского филиала. Кто вы больше все-таки? Наверное, уже 50 на 50. Юль. Если рассматривать, конечно, вопрос работы, то работе посвящено уже больше 13 лет. Таможенная академия, в принципе, с нее все началось. Я училась в ней, сейчас я работаю в ней. И как бы 50 на 50, это все для меня единое целое. Юля, главный государственный таможенный инспектор Ростовской таможни, чем он занимается, что входит в круг его обязанностей? Ну, на самом деле, в круг моих обязанностей входит аналитика. Аналитика работы с перемещаемыми товарами, с классификацией товаров, в большей степени с происхождением товаров, с применением запретов и ограничений на ввоз в страну. Но непосредственно, допустим, когда принято считать, что таможенник – это тот, кто ловит контрабандистов, тот, кто стоит в аэропорту, проверяет документы, багаж, я в большей степени занимаюсь тем, что анализирую то, что вот ловят, контролируют и… Поймали, вам рассказали, вы, соответственно, галочку поставили. Чем больше галочек, тем, соответственно, можно делать выводы уже. Юля, так… Да, 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 галочки получаются интереснее. И все-таки, что говорит статистика, что чаще всего нелегально пытаются у нас провести? Нелегально? Не знаю. Вот на самом деле, как бы по статистике товаров ничего не могу сказать. Это очень индивидуально, по-разному. В основном у нас сейчас это граница с Украиной, соответственно, это перемещение гуманитарной помощи, да, что пытаются провести? Что-то незаконно туда и незаконно оттуда. То есть то, что идет перемещением с двумя основными республиками сейчас, на самом деле ДНР и Лунет. Юля, а вот я, честно говоря, не помню в своей жизни, когда я принял такое решение, но когда-то я решил, что хочу быть военным, потом хочу быть ведущим на телевидении. Красиво, второведливо, но ничего не получилось. Когда и почему в голове у девочки Юли возникла мысль «Хочу стать таможенником, а потом еще и доцентом кафедры?» Значит, когда возникло решение стать таможенником, наверное, тут больше не таможенником. Папа был военным, мама была экономистом, я была всегда папиной дочерью, и папа как-то влиял на меня, да, то есть папина форма меня всегда привлекала, папа, причем служил в УВС, это была красивая синяя форма, синяя, белые рубашки, и впоследствии как-то мне очень всегда хотелось носить форму, и так сложились обстоятельства, что на тот момент, когда я выбирала профессию, появилась профессия таможенника для меня. И вот, сокрустив две профессии папы-мамы, мама-экономист, папа-военный, получилась такая вот связь профессии в виде таможенника. Юля, когда вы учились, когда вы учились в, скажем так, в ваши учебные годы, и вот сейчас, с взглядом доцента, обращая внимание в аудиторию, кого все-таки больше было тогда, мальчиков или девочек, и что сейчас, как ситуация выравнивается, или кого-то больше сейчас все-таки? По-разному абсолютно, потому что мы, когда учились, у нас было больше мальчиков, сейчас я преподаю в каких-то группах больше девочек, в каких-то группах больше мальчиков. В целом, наверное, 50 на 50 остается и сейчас, и тогда это была такая тенденция, которая и туда, и туда. То есть не могу сказать, что больше девочек учится или больше мальчиков учится. Юля, а как вы считаете, в целом эта профессия для женщины сложная? Смотря какая часть ее. Если мы говорим про экономическую и аналитическую, то девочки более додушные, скрупулезные, и они лучше с этим всем справляются. Как говорят, бухгалтеры обычно у нас девочки, они очень хорошо четко сходят все. Если мы говорим о работе на посту, о проверке документов, грузов, перемещении, например, проверки ЖД вагон, то тут, конечно же, мальчики и учебное образование по некоторым постам это все равно лучше, чем для девочек. Юля, мы поздравляем вас с Международным днем таможенника, ну и не только, конечно же, вас, а всех ваших коллег. Мы желаем вам успехов в вашей нелегкой службе, в вашей нелегкой работе, ну и, конечно, хорошего настроения, а самое главное, будьте здоровы! Спасибо большое! И вам тоже здоровья и удачи!